Всем здравствуйте, ребята! Я добралась до телефона, наконец-то. Сегодня 7 октября. Сегодня день рождения у Владимира Владимировича Путина. Я, как бывшая гражданка Украины и действующая гражданка Российской Федерации, хочу от лица своей маленькой семьи пожелать этому человеку еще много-много лет долгой, счастливой жизни и здоровью. Я, как ни для кого не секрет, в 22-м году заняла свою гражданскую позицию и лично переехала в Россию и посмотрела, как она живет изнутри. Я тот человек, который когда-то выражал свою нелюбовь, недовольство этим президентом, сейчас стала... Я тоже... Я тоже Путин. Да. Я не просто патриот этой страны. Я до конца своих дней, своей жизни, своего дыхания буду в этой стране и буду поддерживать все эти законопроекты, которые создает Путин. Я, как никто другой, увидела, какая разница между правлением и увидела, как можно заботиться о гражданах своей страны. Я, как никто другой, лично на себе ощутила всю заботу со стороны президента о своих гражданах, о своих людях. И для него неважно, какой вы национальности. Я, проехав несколько стран, посмотрев, как выглядят президенты других стран, чем они занимаются, как они живут и что они несут в социум своей страны, могу сказать, что я горжусь своим президентом. Я горжусь тем, что у меня есть Путин. Я горжусь тем, что я гражданка Российской Федерации. Я горжусь тем, что мой ребенок теперь имеет гражданство России. И она россиянка. Я горжусь этим. У меня самый лучший президент в мире. Человек, который имеет не одно высшее образование, который умеет управлять всеми наземными, водными и воздушными видами транспорта. Человек, который, создавая законопроекты, всегда впереди всей основы и вклада, несет уровень развития жизни детей. Семейные ценности. Вот что говорит нам наш великий президент. Вот что должно быть на первом месте. Цель пребывания вашей жизни на этой планете должны быть ваши дети. И так говорит мой президент. Это лучший из лучших, кто может быть. И я горжусь тем, что у меня есть Путин. Поэтому я очень сильно хочу сказать огромное спасибо, Владимир Владимирович. Если вы когда-то увидите мое видео, прошу меня простить за те слова, которые вылетели из моего рта когда-то, три года назад. Я вас прошу просто простите меня. Я больше бы ничего никогда у вас не спросила. Единственное хочу сказать спасибо. Спасибо за то, что дали дом, где можно говорить на своем родном привычном языке и балакоты на мове. Где можно слушать украинские песни, которые пела моя бабушка. Спасибо за дом, где мой ребенок в детском саду имеет утренники, бантики, платьюшко и к ней относятся как к принцессе. Спасибо за наших воинов, мужчин, воспитанных с патриотизмом, прошедших армию, не побоявшихся ничего, которые защищают сейчас наших людей на Донбассе. И не только. Я хочу сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете. Храни вас Бог. Вы действительно велики. Вы Владимир Великий. Вы войдете в эту историю как один из самых сильнейших правителей. Российской империи. Потому что вы ее создали. Вы собрали больше 150 национальностей, ни одну религию под своей крышей у себя дома. Матушка земли Россия приняла всех. И каждому дает возможность здесь построить дом. И уберечь свою семью от пропаганд Запада, которая разрушает на корню ментальность славянского народа. Огромное вам спасибо, Владимир Владимирович, за то, что когда-то волшебный пинок под зад привел меня в эту страну, где правите вы. Я горжусь вами. Когда вы выходите на сцену, весь мир ждет вашего слова. Низкий поклон. Огромное спасибо. Храни вас Бог. И с днем рождения. Да здравствует великая Россия. Да славься ты наш Путин золотой. Храни тебя Бог. Благослови твою семью.